Зрелищный бросок пермяка Михаила Силина, спортсмен в белом кимоно. В дзюдо он около 10 лет. Родители привели Мишу в секцию еще в начальных классах. В этот раз он встретился на татаме с соперником из Кунгура. За 4 минуты пермяк буквально вырвал победу. Я этого соперника очень давно знаю, друзья. Ну вот, сегодня у меня получилось, завтра у него, не у меня. Дзюдо как вид спорта появился больше 100 лет назад и переводится он как «мягкий путь». Изначально его использовали педагоги Японии, чтобы воспитывать нравственных и физически развитых детей. У этого спорта своя философия и три правила – взаимная помощь, максимум эффективности при наименьших затратах и поддаться, чтобы победить. В основе спорта броски, болевые приемы и удушение. У нас достаточно массовый вид спорта, в крае около 5000 человек им занимается. Сегодня здесь борются юноши и девушки возрастной группы до 18 лет. Эти соревнования являются у нас отборочными на беремство Приволжского федерального округа, которое состоится у нас же в Пермском крае, в городе Чайковский, в мае. Чайковский, Чусовой, Соликамск и Березняки – спортсмены этих городов борются за право поехать на первенство Приволжского федерального округа в Чайковском с 3 по 5 мая. Там победители смогут получить звание кандидата в мастера спорта и право выступать за Россию. «230 участников, хорошие ребята, это наше будущее. Здесь спортсмены уже свое слово сказали, говорили, но надеемся, что в будущем они покажут для нашей страны хороший результат». Расти есть куда. Сейчас начинается подготовка к летним Олимпийским играм. И возможно, что кто-то из этих ребят полетит в Париж в 2024 году. «Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам, россиянам участвовать во всех международных стартах. Также и судьи могут отбираться на Олимпийские игры. Добро пожаловать! Международное дзюдо – это одна единая семья». Будущий год станет для дзюдо юбилейным. 50 лет назад в декабре прошел первый чемпионат Пермского района под дзюдо среди мужчин. Дату принято считать отправной точкой в развитии вида спорта. А что касается этих соревнований, шесть финалистов из Березняков будут защищать честь края на первенстве ПФО в Чайковском. Сергей Каленик, Степаник Красов. Новости Верхниками.